Хорошо, братья и сестры. Сегодня, знаете, такой момент. Очень много на самом деле бы хотелось, конечно, рассказать и детально исследовать книгу Данила и книгу Откровения, но больше всего вот в это время ограниченное, которое у нас есть, которое мы встречаемся, и мы предпоследний раз встречаемся в этом году. У нас в следующий раз будет рождественская часть. Мы будем тоже, там будет небольшая часть о пророчествах, о пророчествах об Иисусе Христе в Ветхом Завете. И потом у нас будет перерыв на неделю или на две, потому что пойдут новогодние праздники. И после этого перерыва мы уже, я надеюсь, еще продолжим, несколько встреч проведем. Но все равно мало встреч, маленькая возможность давать информацию. И больше всего мне, опять же, хочется дать такую информацию, которая поможет в дальнейшем исследовать библейское пророчество самостоятельно. И я вам хочу рассказать, однажды я общался с одним человеком, который говорил, что он не исследует самостоятельно пророчество, потому что для самостоятельного исследования пророчеств нужно очень хорошо знать историю. То есть, что имеется в виду? Ну, смотрите, вот, допустим, вот у нас, у нас есть книга Даниила, она написана в VI веке до н.э. Имеется в виду, человек имеет в виду, что, смотрите, Даниил, живя в VI веке до н.э., предсказал события от того времени, когда жил он, до самого Второго пришествия. И человек имеет в виду, особенно, допустим, если мы возьмем 11 главу книги Даниила, что для того, чтобы эти пророчества понимать, ты должен хорошо знать всю историю от VI века до Второго пришествия. И вот такой объем, огромный объем знаний, он отталкивает людей часто, потому что нужно, ну, слишком много знать. И тут, друзья, я вам хочу сказать, что вот это самое, одна из самых больших ошибок исследователя пророчества. И люди, которые хорошо даже могут знать, вот, как историки, историки, друзья, профессиональные, я надеюсь, никого я не задену этим заявлением, но профессиональные историки – это самые худшие толкователи пророчества. Сейчас я попробую вам на одном примере просто объяснить, о чем я говорю. И потом, просто сегодня я поделюсь вот одним принципом толкования пророчества, но он один из самых-самых важных. Если вы не будете этот принцип понимать, вы не будете правильно понимать пророчества. Вообще никакие. Не только о последнем времени, а пророчества вообще. Я хочу сейчас, чтобы мы с вами вспомнили несколько библейских историй. Знаете, вот в Библии нет неважных историй, но есть такие события в Библии, которые являются эпохальными в истории. И самое первое такое событие – это творение. Оно описано в первой, второй главе книги Бытия. И вот тут я вам хочу прочитать несколько текстов. Тексты эти говорят о воде. И вот смотрите, первая глава, шестой текст. И сказал Бог, да будет тверь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. То есть Бог создает субстанцию, которая отделяет одну часть воды от другой воды. Потом вот в девятом тексте сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша. То есть сначала как бы все было покрыто водой, а потом Бог говорит, будет теперь вот вода и суша. И воду Бог называет морем, а сушу называет землей. То есть это вот одно из событий, которое произошло во время Творения. Теперь смотрите, второе эпохальное событие, которое произошло в истории, это потоп. И вот когда мы читаем повествование о потопе, мы по сути читаем о возвращении в земли, в то состояние, в котором она была до Творения. То есть погибают все животные, все люди, кроме Восьмерых, кроме всего того, что в Говчее, земля возвращается в состояние до Творения. Она опять вся покрыта водой, земли нет, суши нет, растений нет, нет ничего. То есть вся земля опять покрыта водой. А потом, потом, после потопа появляется ветер, который осушивает землю, появляется суша, и таким образом потоп закачивается. То есть смотрите, друзья, после потопа происходит как бы новое творение. Более того, если вот внимательно почитать это повествование, мы видим, что после потопа, там есть история о том, что Ной, он съел перебродившего винограда, опьянел и лежал голый. И это напоминает историю о грехопадении. Потому что когда Адам и Ева съели плоды, они тоже стали ноги. И у Ноя, кстати, как и у Адама в книге Бытие названо три сына, также названо три сына Ной. То есть смотрите, друзья, история, она в определенных моментах повторяется, но в деталях она отличается. То есть то, что после потопа, оно было похоже на то, что притворение, но оно не было совсем одинаковым. Теперь смотрите, третье событие эпохальное, которое произошло уже в истории Божьего народа, это исход из Египта. Это такое, знаете, вот те события, которые я говорю, такие эпохальные, это такое масштабное, глобальное вмешательство Бога в истории человечества. То есть всегда Бог действовал, но были моменты, когда это было вот прям очень грандиозное действие. И вот во времена потом, во времена исхода, что происходит? Приходит Израиль к морю, и Бог делает опять сушу, но уже посреди моря. И это тоже напоминает то, что... А потом египтяне, которые гонятся за Израилем, что с ними происходит? Погибают, тонут в этом море. То есть опять же, смотрите, опять же повторяется похожее то, что было при творении, то, что было при потопе, оно же опять же где-то повторяется и при исходе. Но похоже, но не совсем. И это, знаете, это я вам привел вот в эти три события, это я вам привел только самый-самый простой пример. На самом деле много мотивов творения есть в потопе и в исходе. Например, вот в исходе, вы помните, был такой момент, когда одна из семи язв, это была тьма, и был в Египте, была тьма, а в домах евреев был свет. Отделил Бог свет от тьмы, как при творении. То есть смотрите, история, она повторяется. А теперь, смотрите, это была история. Это была история, то есть такие три события. Четвертое эпохальное событие в жизни Божьего народа – это возвращение из Вавилонского плена. Это великое было избавление. Но до того, как произошло это возвращение из Вавилонского плена, были пророчества об этом. Были пророчества о том, что Вавилонский плен будет, и были пророчества о том, что Вавилонский плен закончится. И вот в книге пророка Исаия в 11 главе, я вам сейчас прочитаю отрывок, это пророчество, пророчество о том, как однажды Исаий, он еще до плена жил, он предсказал, что народ Божий в плен вавилонский пойдет. И вот смотрите, пророчество 11 глава с 11 текста, и будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Асура и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сенааре, и в Ямафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам. И соберет из знанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет со всех концов земли, и прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока. На Едома и Моава наложат руку свою, и дети Омона будут подданными им. И исушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку свою на реку в сильном ветре своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях смогут переходить ее. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли египетской. Друзья, когда я первый раз в жизни читал Библию, и я прочитал об этом, о том, что Бог иссушит реку Египта, и она станет как семь ручьев, Я, знаете ли, думаю, вот это да, исполнилось библейское пророчество, я знаю даже как. Потому что я читал книжку Парк Юрского периода. А там была история про то, как в Египте построили Ассуанскую плотину, и из-за этого был нанесен колоссальный ущерб экологии, потому что Дельта Нила, очень плодородный этот был участок, он из-за этой плотины перестал существовать. Дело в том, что, знаете, Египет, он же был житницей древнего мира, а сейчас это далеко не так. Я думаю, вот это да, а ведь пророчество совсем не об этом. То есть это ведь пророчество, понимаете, то, что я тогда проигнорил и даже не заметил, это пророчество о возвращении народа из плена. И Бог говорит, как тогда я сделал посреди моря дорогу народу, так и теперь я высушу эту реку, и люди смогут, она будет всеми ручьями, люди смогут перейти. Как тогда народ перешел море, когда я его спасал, так и сейчас. И, друзья, это пророчество, оно уже не исполняется буквально, а оно говорит о том, что те препятствия, которые находятся перед народом Божьим в его возвращении из плена, Бог их устранит. Понимаете? И это пророчество, оно правда исполнилось, то есть народ Божий, он правда вернулся из плена, но тогда не высыхала никакая египетская река. Почему? Потому что это пророчество, оно не предсказывало буквальное высыхание реки, оно предсказывало, что Бог сделает для народа дорогу, путь приготовит ему, чтобы вернуться домой. Поэтому, друзья, смотрите, главный, один из главных принципов, а может и самый главный, толкование пророчества в том, что Бог открывает будущее на языке прошлого. То есть большая ошибка, когда люди читают книги откровения, читают там вот это там саранча, там все, и думают, что это танки с пушками или самолеты, какие Иоанн не смог понять, что это такое, и поэтому описал их вот так вот. Это не так. Большая ошибка людей, которые следовали пророчество, думать, что пророчества были написаны так, чтобы только я, живя в 21 веке, смог понять, о чем там речь идет. Пророчества были написаны так, чтобы люди, которые тогда жили, которые эти пророчества принимали, чтобы они понимали. То есть Бог обращается к ним на их языке, на том, что они понимают, на том, что они знают. И израильтяне, они были призваны помнить вот это избавление из Египта, этот исход. И Бог им, когда обращается к ним в пророчество, Он говорит, «Я сделаю примерно то же, что сделал тогда». И поэтому в книге Откровения тоже есть пророчество о высыхании реки Ефрат. И поэтому в книге Откровения есть текст, в котором искупленные стоят на стеклянном море и поют песню Моисея. То есть это пророчество о том, что так же, как тогда Бог избавил, провел через море свой народ, вот так и в этот раз будет избавление. И будут снова петь вот эту песню Моисея. И в том числе, когда говорится про новую небо и новую землю, говорится о том, что моря больше не будет. То есть это будет избавление финальное, это будет окончательное решение вопроса. Это будет такое избавление, после которого уже повторять больше никогда не придется. Потому что сама вот эта угроза, само вот это то, что всегда мешало, и то, что надо было то разделять, то сушить, то это, его уже больше вот этого всего не будет. Но это не означает, что оно буквально. Понимаете? То есть Бог, то, что должен понимать каждый исследователь библейских пророчеств. Бог открывает будущее на языке прошлого. И поэтому, знаете, когда человек исследует библейские пророчества, он не должен читать учебники по истории, по крайней мере, в начале. Тем более, он не должен читать заголовки новостей современных. Человек, который изучает, в частности, книгу «Откровение», должен изучать не то, что было после «Откровения», а то, что было до. Не самый очевидный подход, правда? Все же, когда исследуют пророчество, они думают, что надо изучать, чтобы понять пророчество, надо изучать то, что было после. Нет, чтобы понять пророчество, надо сначала изучать то, что было до. То есть то, что было после, изучать тоже надо. Надо, но это потом уже. После того, как уже то, что до изучено, и мы поняли пророчества так, как их понимали люди, которые получили их первый раз. После этого, только после этого, можно браться за учебники по истории. Потому что историческое исполнение, оно действительно есть, но сначала, сначала, чтобы понять, что именно Бог предсказывает, надо понять тот язык, можно сказать, тот букварь, который был уже сформирован, чтобы изучить. Вот смотрите, друзья. Если мы возьмем, например, книгу Откровения. У нас есть вести к семи церквям. И ангелу фиатирской церкви напиши, «Как говорит сын, так говорит сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобных Алкаливану». Вторая глава, 18-й текст. «Знаю твои дела, и любовь, и сужение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене и изавеле, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть и доложать». То есть, видите, историк, который Ветхий Завет не читал, он будет смотреть в учебниках по истории христианской церкви, что оно такое за изавель. И что он там найдет, кто его знает. Но нормальное исследование библейского пророчиства, нужно посмотреть, где это было раньше. И оказывается, что это раньше уже было. Оказывается, что вообще и изавель – это персонаж третьей книги царств. И чтобы понять то, что Иисус говорит этой церкви, нужно вернуться туда и всю эту историю перечитать. А иногда так получается, что надо потом еще оттуда вернуться, потому что и эта история может быть написана на языке еще того, что было раньше. Поэтому, друзья, смотрите, если хотите знать, хорошо понимать библейское пророчество, вам не нужно хорошее знание истории. Более того, на начальном этапе оно мешает, как помешало в свое время мне. На начальном этапе оно только сбивает стоку. То есть, хорошо, если вы ее знаете. Но, видите, если вы ее знаете, тогда вам нужно просто вот этот подход Бога, он нас должен смирять. То есть, если я очень хорошо знаю историю, то тогда на тот момент, когда я начинаю исследовать книги Откровения, мне надо это все выключить у себя. И перестать искать там те исторические события, которые, как мне кажется, оно предсказывает. Нам нужно понять, вот контекст, и нужно понять, какие события прошлого послужили основой для этих пророчеств. И какой у нас главный источник информации в этом плане? Не учебники по истории, а сама Библия. Потому что книга Откровения, если мы говорим конкретно про нее, то для того, чтобы нам ее понять, у нас в каноне это 66-я книга Библии, то чтобы ее понять, нужно знать первые 65. Конечно, я бы не сказал, что это легче, чем знать всю мировую историю, но, по крайней мере, ну, знаете, тут хоть, тут хоть вот, да, оно все под рукой, да. Да, это много лет нужно, чтобы хорошо изучить, чтобы разобраться. Да, нам, конечно, помогают параллельные места, которые в Библии есть и указывают на те отрывки часто, но это помогают параллельные места только в самых явных случаях, вот как мы произовели. И начинать надо действительно с этого. То есть просто читать, вот там, где в книге Откровения у вас, или внизу, или посередине параллельные места, там, где написана, там, третья книга Царств, да, с этого надо начинать. С этого надо начинать, вот, чтобы разобраться, прочитать, что там и как, и уловить для себя. Но мы должны твердо этот принцип понимать. И, опять же, я вам перечислил, да, вот эти четыре события, четыре эпохальных события. Но есть еще, самое эпохальное. Это жизнь, служение и смерть Иисуса Христа. И в Евангелиях события, связанные с Иисусом Христом, они тоже описаны языком творения потопа. Ну, например, когда Иисус крестится, на Него голубь дуся, то есть ходит в виде голубя. Что просто так? Разве мы этого не встречали в Библии раньше? Когда после потопа там голубь прилетел, и стало понятно, что потоп закончился, можно из ковчега выходить. То есть, понимаете, все, что происходит с Иисусом, оно тоже, тоже написано на языке прошлого. Чтобы это все понимать, нужно. Поэтому, видите, и в книге Откровения, вот эти все события прошлого, они тоже подаются через то, что произошло с Иисусом Христом. Через то, что Иисус Христос сделал. И Иисус Христос, он центр книги Откровения. То есть, многие исследователи, многие такие историки, они не понимают, что книга Откровения, это не про Наполеона, не про Гитлера, не про Цезаря даже. Это про Иисуса Христа. Он там самое главное. И события, которые в книге Откровения описываются, это самое главное для него про него и про него, а не просто про то, что для всемирной истории. Это не про Черчилля и не про Рузвельта, а не про Вашингтона. Это про Иисуса Христа. Это его история, а не просто мировая история или европейская история, или американская история. Это история об Иисусе Христе и его народе. Поэтому, друзья, и вот смотрите, для того, чтобы понимать пророчество, в первую очередь, Ветхий и Новый Завет. И если мы пойдем этим путем, мы получим от исследования пророчества, откровения, огромное благословение, счастье, близость к Богу, и наша жизнь поменяется. Даже тогда, если мы не узнаем даже, как эти из пророчества исполнились исторически, потому что Бог дает пророчество не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство по отношению к будущему, а для того, чтобы научить нас доверять тому, кто держит будущее в своих руках. Даже если вы не будете знать во всех деталях, как эти пророчества исполнились после в истории, у вас все равно будет благословение, потому что написано в книге Откровения «Блажен, читающий и слушающий пророчества всего и исполняющий написанное». Причем не обязательно понимающий, как это, в каком году это произошло и как именно в деталях. читающий, слушающий, исполняющий эти будущее. Опять же, хорошо изучить историю и все это понимать в конце концов, но опять же, это в конце. Это последнее в списке приоритетов. Так вот, друзья, опять же, первое в списке приоритетов для человека, который следует к книгу Откровения, это все книги Священного Писания Богодухновения, которые были написаны до книги Откровения. Это первый приоритет. Последний приоритет это история. Но есть еще предпоследний, и это тоже важно. Я вам прочитаю один текст из Откровения, из книги Откровения. Иисуса, то есть книга Откровения, она в самом начале представляет Иисуса Христа, и вот Иисус Христос о себе говорит, «Я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сежив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Когда вы будете читать книгу Откровения, то вы увидите, что почти каждый текст, у него есть параллельное место где-то в Ветхом и в Новозете. Почти каждый. Всего в книге Откровения, вот там двадцать две главы, на сегодняшний день найдено около шестисот отсылок к Ветхому Завету. На двадцать две главы. Это на много лет изучать, я вам честно скажу. То есть мы только самое главное, самый большой пример. Всего около шестисот. но вот это вот «Имея ключи ада и смерти», вы в Ветхом Завете не найдете. Дело в том, что смотрите, у нас есть Евангелие от Матфея. Оно было написано для еврейского народа. У нас есть Евангелие от Луки. И в самом начале написано, что Лука пишет его для какого-то некого человека, которого зовут Феофил. Это греческое имя переводится «любящий Бога» или «тот, кого Бог любит». Но это греческое имя. И Лука был один единственный автор Евангелия, который не был евреем, он греком был по национальности. И пишет он для своих. Марк хоть и был евреем, но его Евангелие написано явно для римлян. И вот у каждого этого Евангелия есть определенные свои свойства, которые продиктованы тем, что римляне и греки, у них было другое прошлое. Другие понятия не те, которые были у евреев в Ветхий Завет. А Евангелие от Иоанна, оно написано для второго поколения христиан уже. Для того поколения, у которого уже, знаете, дети, которые в церкви уже родились, и уже в этой церкви были и греки, и евреи, и кто-то как они был. И даже было такое, что греки женились с евреями, у них рождались дети. И эти дети, они были и греками, и евреями, и вместе с тем ни тем, ни другим не были. И вот для таких людей уже есть Евангелие от Иоанна. И книга Откровения, она тоже написана в такой период. Это второе поколение христианской церкви. И вот в греческой культуре, в мифологии, есть такая богиня, ее зовут Геката. Это страшная, ну, кто знает мифологию греческую, она одна из самых страшных. Про нее можно фильмы ужасов снимать. Но смысл такой, это богиня, которая, когда человек умирает, она доставляет его в царство мертвых, забирает его и отправляет туда. И вот греки верили, что у этой богини есть ключи от Олимпа и от подземного царства. что вот она может, если там захочет, но она никогда не хочет, но она теоретически может открыть того, куда-то того пропустить и и вот Иисус, обращаясь к вот этому смешанному поколению, он говорит, вы думаете, вот это она может? Я вам хочу сказать, что она так не может, я так могу. Опять же, вы понимаете, это все тоже вот оно не буквально. То есть нет на самом деле там буквальных каких-то на небо дверей, которые там буквально есть какой-то ключик, то есть Иисус просто говорит, что если вы даже умрете, я могу вас воскресить, я могу вам дать допуск на новое небо и новую землю. У меня есть это право, у меня есть это вось. в книге Откровения используются не только образы из Ветхого Завета, а используются образы из греко-римской мифологии. И я это вам один пример привел, на самом деле их там реально много. Используются образы Рим, ну знаете, если Греция дала, скажем так, культуру, мифологию определенную, то Рим дал, даже современному человечеству Рим дал определенный порядок, устройство, и многие юридические практики сегодняшние, они восходят еще к Римской империи. Многие понятия о правах, о законе, они восходят туда. И есть еще один момент, что в первом веке нашей эры римский император провозгласил себя Богом. В ответ в книге Откровения Иисус ведет себя как римский император. Когда послание к семи церквям начинается с Эфесской церкви, важно понимать, что по протоколу Римской империи, посещая провинцию Асия, император должен был начать свой визит именно с Эфеса. То есть император, пребывая в свою провинцию, вот эту, когда он пребывал с визитом, он должен был сходить на берег с корабля именно в Эфесе. Такой был протокол дипломатический. И вот Иисус, он тоже начинает свое путешествие с Эфеса. Что он хочет людям сказать? Азмьесмьесмьцарь. Поймайте. То есть и Бог обращается к людям на языке их прошлого. Когда мы читаем книгу Даниила, Бог Навуходоносору одно видение дает от четырех царств, а Даниилу другое. потому что для Навуходоносора был один язык, истукан, идол, это было его, а для Даниила это было другое. То есть для Навуходоносора это были металлы драгоценные, а для Даниила это были звери хищные. Бог, когда речь идет только о евреях, то Бог говорит чисто еврейскими. Но опять же, друзья, смотрите, значительную большую часть книги Откровения можно понять, имея дело только с Ветхим Заветом и Новым Заветом. На несколько лет может только этого и хватить. Пока все эти 600 разберешь, я тоже только про книгу Откровения говорю, мы же про Даниила еще даже не говорим. То есть, в принципе, я вам скажу, в принципе, на всю жизнь хватит, можно дальше никуда. Но можно еще где-то ковырнуть. Это другая литература и культура того времени, той эпохи. То есть, знание греческой, римской, но опять же, истории и культуры до, не после, а до, оно тоже помогает понять. понять лучше. Вопрос? Не, Иосиф Флавий, он же что же после? То есть, Иосиф Флавий, ну, хорошее чтение, хорошее чтение. Опять же, ну, надо же, конечно, понимать, что это же не священное писание, что Иосиф Флавий как лицо заинтересованное мог где-то и прибрехать. То есть, это же понимать надо. Но понять лучше на их фоне то, что Новая Завета говорит, да, можно. То есть, как источник знаний от той эпохи, как, скажем так, Иосиф Флавий ценен тем, что мы можем посмотреть, скажем так, выслушать другую сторону дискуссии. Потому что у нас в Новом Завете мы слышим одну сторону дискуссии. То есть, мы могли услышать другую. Поэтому, друзья, но Иосиф Флавий это уже достаточно поздно. То есть, тут, чтобы понять, нужно, в принципе, изучать античность. Ну, если уже говорить о том, какие книги рекомендовать, я, к сожалению, даже не знаю, что порекомендовать на русском. И сам не имею возможности купить то, что я хотел бы. например, книга, которая называется просто «Античное знание». То есть, эта книга, она, в принципе, исследует, во что верили люди Древнего мира. Там, медицина, наука, астрономия и так далее. То есть, вообще, в принципе, вот как люди в Древнем мире представляли себе вообще все мироустройство, все происходящее. Но... Да я не помню, я не помню. Там много томов. Я не помню, кто автор. А я считала, что у Иосифа Христу он примет его в этих сферах и с сферами в руках и с сферами. Я думала, что он Христу был. Кто, Флавий? Да. Но он и есть историк, да. Еврейский историк. Опять же, да. У Иосифа Флавия свой контекст. По сути, он является, как бы, у него в самом, среди самих евреев к нему отношений неоднозначные. Он, с одной стороны, как бы предатель, потому что во время Иудейской войны с 70-го года он перешел на сторону римлян. Ну, как перешел. Его в угол загнали, и у него было два варианта помереть или сдаться. Но он сдался. После этого он в Риме занял достаточно высокое положение. Уже, когда он там в Риме был, как бы, на хорошем счету, он написал, соответственно, защищая свой народ, поскольку, опять же, антисемитизм, тогда тоже все буйным цветом и на евреев писали всякое, то в защиту своего народа он написал несколько работ, в том числе вот эти исторические. Опять же, нужно понимать, что древний историк, он не стремился к объективности. но, ну, ну, слушайте, друзья, понятно, что человек, который хочет понять Библию глубже, как ученый уже, не просто там для себя, как для духовности, а просто уже как научный исследователь, понятно, что он должен читать Иосифа, Флавия тоже. Понятно. Но, смотрите, другое, что, что проблема, когда человек читает Флавия или, допустим, ранних отцов церкви, ранних комментаторов, вместо того, чтобы читать Священное Писание, в ущерб Священному Писанию, в ущерб Ветхому Завету, вот это тогда проблема, понимаете? То есть, опять же, я же говорю, если это не в ущерб основному Библии, тогда прям все надо читать. Литературу Древнего Мира, любую, которую, ну, я, допустим, читал эпоса Гильгамеша, там, Энума Элиш, это древние вавилонские мифы, то есть, я это все читаю, изучаю, но это не должно быть вместо или в ущерб Ветхому Завету, это должно быть как дополнение, не дополнение даже, а как такое приправа, которое как бы создает фон, фон создает для того, чтобы нам лучше понимать Священное Писание. Но когда человек переключается со Священного Писания на другое и ставит его впереди в приоритетах, ну, тогда тоже как бы умный и грамотный он, конечно, будет, но того благословения, которое обещает книга Откровения читающим и слушающим, уже получить будет труднее. Я надеюсь, вот это то, что я рассказал, оно поможет нам взвешенно подходить. Поэтому, друзья, первое место это Священное Писание, второе место около библейской культуры и литература и аж третье место это история всемирная после того, как уже все это произошло. Ну, и даже, если уже говорить, для понимания пророчества, нужно изучать не столько просто всемирную историю, сколько, в первую очередь, историю Церкви, потому что Христос и Церковь в центре всего этого. Хорошо, друзья, спасибо всем за внимание, за терпение. В конечном итоге самое главное, чтобы вы понимали, что и книга Даниила, и мы, наверное, это рассмотрим, если в следующий раз мы пророчества исключительно об Иисусе Христе рассмотрим, эту книгу Даниила и книгу Откровения в общем мы посмотрим уже после Нового года. Я думаю, мы посвятим две встречи не деталям, а обзору книги Даниила и книги Откровения с птичьего полета. В принципе, у нас есть даже доска для этого. После тех тем вы сможете пересказать содержание книги Даниила по памяти. Да. То есть, вот если вы сейчас не можете пересказать одну за другой главой книги Даниила, после той встречи вы сможете пересказать без проблем. Хорошо? Но самое главное еще, опять же я скажу, увидите Иисуса Христа. Если не увидели, значит, не туда идем. В понимании пророчества. И сейчас мы можем послушать пение, да? Хорошо, спасибо. Спасибо.